Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня, как всегда, по вторникам у нас в студии гость, человек, интересный человек. Герой наш 30 лет назад был арестован за антисоветскую деятельность по обвинению в издании журнала «Поиски». Получил три года ссылки в Коме СССР. Вот я хочу процитировать из его воспоминаний некий пассаж. «Я жил в состоянии какого-то державнического нистоства. Писал в политбюро и в КГБ трактаты с поучениями, как спасти СССР, упорно именуя его Россией. Местный алкоголик-оперуполномоченный читал их и подшивал к моему делу. Так мы переписывались с историей». Мой гость сегодня Глеб Павловский, президент Русского института, президент Фонда иноэффективной политики. Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер. Ну вот я, собственно, и решил назвать эфир в жанре этого эпиграфа «Письма к власти». А как, собственно, это жанр такой извечной русской жизни, «Письма к власти»? Очень старый, очень респектабельный, я бы даже сказал, со времен, так сказать, практически Даниила Заточенко. Он сильно развился в 19-20 веке. Сейчас он, мне хочется думать, сошел он и нет. А тогда, в последние десятилетия советской власти, собственно говоря, это был основной способ говорить политически. Ведь говорить надо было с тем, кто действует. А действовала власть. И мы либо могли действовать против нее, но тогда, опять-таки, по тем правилам не следовало разговаривать, а надо было просто уйти в подполье и что-то тайно делать. Например, писать конституцию альтернативную. И ждать, когда тебя арестуют. Либо открыто говорить. Но говорить с кем? И вот выбор, во всяком случае, эпохи был, говорить с властью. Так, как будто бы она действительно государственная власть, лояльная к институтам, лояльная к гражданам. Это была отчасти игра, но это была игра всерьез. То, что дальше вы продолжали. Ваша деятельность в качестве политтехнолога, это тоже некий жанр писем к власти? Нет, не думаю. Это уже был разрыв с традицией диссидентства. Это была как раз попытка перестать разговаривать и начать жить. То есть начать жить политически. Но если посмотреть на вашу деятельность последние уже десятилетия, то другой оперуполномоченный не тот, который в коме СССР сидел, а тот, который сидел и продолжает сидеть в Кремле, долгое время вас слушал. Это не было ли нечто похожее? Нет, это не то же самое, потому что политическое консультирование это совершенно особая речь. Это не свои пожелания к действующему лицу. Не просьба как-то скорректировать его действия в соответствии с твоими установками. А это наоборот, это больше похоже на то, чем в литературе является перевод. То есть ты переходишь на его язык и формулируешь его интересы, его задачи как бы за него, в чем-то за него, но исходя из его интересов, из его мотивов. Да, скорее из его интересов, но своим более таким, что ли, изощренным языком. Потому что мне кажется, что политическое консультирование, как консультирование вообще, это что-то сродни тому, ну вот как господину Журдену говорят, что он говорит, оказывается, прозой. Это объяснение неким субъектам, их же собственных, может быть, мыслей и идей, но более доступными, что ли, словами, более логичными конструкциями. То есть это применение искусства речи, искусства правильной речи, да, для, вот, собственно, вся профессия, по-моему, консультанта в этом заключается, нет? Не совсем. Это больше похоже на то, как если бы у футболиста, например, пристроить ему к голове прибор, который будет показывать ему все поле, одновременно, да, будет транслировать все поле и возможные ходы на этом поле. Дело в том, что в политике поле-то ведь не двухмерное, да, но энмерное, многомерное, и если бы речь шла просто о том, чтобы упростить речь, то, я думаю, это не была бы вечная профессия, это ведь вечная профессия, она уже обнаруживается, и в Древнем Египте точно. — Ну да, здесь, может быть, даже речь не о том, чтобы упростить, а усложнить, показать сложную картину реальности при помощи каких-то речевых средств. Вы знаете, Глеб, вот мне очень интересно, что ведь видишь, я из Одессы родом. — Да, из Одессы. — Вот, и одесситы очень, скажем, в этой студии, я всегда с большим удовольствием общаюсь с одесситами, скажем, Евгений Ясин, или вот так неожиданно, и тоже гость у меня был Родослав Гондопас, такой у нас оратор, который преподает ораторское мастерство. Я надеюсь, здесь тоже видите когда-то Михаила Михайловича Жванецкого. И вот мне кажется, что одесситы — это люди, которые совершенно выстроили свои особые отношения с языком, с языковой реальностью. Это удивительный язык Одессы, язык привоза, язык, там, я не знаю, Одесской улицы. И вот они очень умело по-разному пользуются вот этим своим особым языковым чутьем для того, чтобы объяснять нам, так сказать, людям, ну, нам, мы все они, ну, так сказать, людям, рожденным, да, в середине России, реальность при помощи какого-то более острого языкового чутья. Привоз — это то, что осталось от Одессы после того, как из нее вывезли населявшие ее народы, да, тут жили греки, поляки, и почему они жили общинами, евреи, это было очень похоже на Манхэттен, может быть, наших дней, которым надо было разговаривать. И, конечно, что-то происходило при этом с русским языком, а в итоге после того, как всех вывезли, а оставшиеся разъехались, вот, то осталось действительно привоз, но им нельзя объяснить одесские способности, одесскую речь. Действительно, это была очень интересная такая левантийская утопия, я бы даже сказал, так сказать, на окраине Леванта, конечно, с чудовищными амбициями, ничему не соответствующими, конечно, у нас, и Овидий у нас жил, и вообще мы Баспорское царство и так далее, но все это было немножко не всерьез, к счастью, для нас, потому что вот у наших друзей-украинцев это, там, где это всерьез, это будет грустно. Вспоминая, ну, вспоминая, читая вашу биографию, 68-й год, вы учились на историческом факультете Одесского университета, и там у вас группа, как я понимаю, была СИД, субъект исторической деятельности, за которую вы впервые пострадали, да, изгнали из комсомола. И вот мне интересно вот этот вот субъект исторической деятельности, то есть вы с самого начала начали искать вот этого вот субъекта, да, но это было, это было тогда почти естественное движение. Смотрите, ты заперт, тебе каждый день, объясняет мягко, почему это было конец 60-х годов, это очень мягкий тоталитаризм, бархатный, он каждый день тебе объясняет, что других вариантов нет, что ты вот, реальность такая, какая она есть, и у тебя нет никакого выхода из неё, и не будет. Действуют другие, всё, что ты видишь вокруг, когда-то другие сделали, и слава Богу, что они сделали, а теперь ты расслабься, найди себе работу, и работай на своём рабочем месте, действовать будут другие. А конец 60-х годов невозможно было это принять. Я видел, причём это значительная часть поколения, не могла это принять, просто большую часть обламывали. У меня на глазах, уже начиная с конца школы, особенно в институте, обламывали. Ну, а кто-то не принимал, искал возможность, а как я могу действовать? Надо было придумывать какие-то роли. Ну, собственно, та же волна, которая подняла Прагу 68-го, и, так сказать, зачатки диссидентского движения, то, что те, которые вышли на Красную площадь... Да, это очень интересно, вот эта мистика синхронизации. Польша, например, это не везде можно объяснить коммуникациями в обычном смысле слова. К вопросу о субъекте исторической деятельности. Власть в России единственный субъект? Или ещё есть какие-то? Ну, сегодня она скорее хочет им быть, пытается им быть. Сейчас это узурпация. Сейчас это узурпация, в том числе, как ни странно, узурпация и тех субъектов, которые создавали эту власть, выросли внутри, в её русле, в аппарате, в примыкающих средах. Я просто один из многих. Есть там большие слои чиновников, бизнеса, деловых людей, интеллигенции, которые работали на создание как бы этого нового русла, но совершенно не предполагал, что у этого русла будет один хозяин, который будет говорить одним голосом и вести нас в одном направлении. Вот это уже узурпация. Я думаю, что сегодня нет места, в принципе, для единственного субъекта и комичной попытки его имитировать. Вот то, что мы видим сегодня. Смотрите, Китай, оставим Америку в покое, да, значит, там всё неправильно, у них даже система выборов неправильная. А вот Китай, где идут выборы кого? Не нового хозяина страны, а выборы новой генерации сразу. Одним разом на съезде формируется новая генерация руководителей на длительный срок. У них другие плановые рамки, чем у нас. Но не идёт речь, что кто-то один будет решать за всю гигантскую страну. А здесь есть попытка ещё раз сыграть в эту старую игру хозяина. Но хозяин невозможно. Но, тем не менее, эта субъектность, она всегда наверху, она всегда при государстве, при власти. А это травматическая вещь, действительно. И я, кстати, не согласен, это часто слышу, что это нечто традиционное. Но это не так. Это скорее, это такая травматическая невротическая реакция, с моей точки зрения, отказа, выдуманного, так сказать, выдуманной бессубъектности. Я не могу ничего, всё уже решено за меня. Они там всё решили. И вот это весь этот, извиняюсь, кал речевой, он говорит просто о том чудовищной травме. Можно описывать, как она сформировалась, эта травма. Но на самом деле людям придётся понять, что они всё равно субъектны. И пока в страдательном состоянии. Людям, в том числе и народу, в народе существует субъектность политическая, историческая? А нет народа. Нет такой вещи, как народ. И очень давно нет. Хорошо, в отдельных группах. Собственно говоря, окончательно то, что ещё можно было называть народом, кончилось, было добито во время Второй мировой войны. То есть крестьянство, вернувшиеся остатки, уже не могли сформировать какого-то фольклорного ядра. А политический народ не возник. Его нет пока. И говорить об этом наборе, я бы сказал, такой муравейнике, своеобразном, самых разных сред. Вот когда я работал в последние уже годы в политике, мы говорили не о аудиториях, а скорее о средах. Некоторые из которых были очень малыми, ну, такими коммуникативными субъектами. Кто кем? Субъектами. Они просто могут бояться действовать или фантомно действовать, но это субъекты. Потенциально это субъекты, и они выходят уже наружу. В нынешней российской оппозиции вы видите субъектность? Я вас часто видел на митингах последнего года. Запрос. Вижу запрос на субъектность. Он меня очень радует. Но это еще не субъектность. Потому что нет, во-первых, очень яркий признак отказа от субъектности – это всегда они. Это они. Они должны уйти, и некие мы, неуточняемые, сделаем что-то. Здесь вообще сразу начинается многоточие. Вот сразу за «и» – многоточие. И что? Ну, конечно, сделаем. Ну, тогда решим. Вот, конечно, это не субъектное мышление, поскольку оно не политическое мышление. И второе, конечно, это неготовность все-таки нести ответственность для начала даже за собственную биографию политическую, за собственную репутацию. Хорошую у кого-то, хорошую у кого-то, плохую, рваную. Вообще, как говорится, как границ хороших не бывает, так и не бывает однородной репутации. Хорошо. Те люди, которые наверху, которые у власти, вот та субъектность, какая бы она ни была. Востребована ли аналитика у них? То есть им нужен постоянный разговор с ними, постоянное объяснение самих себя, реальности вокруг? Нет. Она востребована только в обвалах, в момент кризиса, страха. И то не всегда. В момент последнего кризиса, например, этой зимы, аналитики, которые, насколько я знаю, я уже к счастью, к счастью был вне, но которые кинулись там что-то объяснять, они были жестоко разочарованы, они не заинтересовали собой. У него принято решение, так сказать, демонстрации чего-то, каких-то фантомных мускулов, бицепсов. А теперь вообще такой незамеченный момент последние выборы, когда социологи показали, что рейтинги падают, в том числе Единой России. А выборы показали, что количество голосующих-то растет, правда, на уменьшенном числе избирателей. Ну, тогда зачем они вообще нужны? Знаете, то есть та традиция обсуждения, которая действительно существовала, складывалась и где-то лет 10 функционировала, даже больше, наверное, около 15 лет в Кремле. Она кончилась, новая не возникла, и поэтому там возникают очень смешные вещи, когда люди готовят им какие-то информационные сводки, они не знают, что с ними делать. Это очень смешно, но такой рубеж прошел, это как вот на Крите в музее, там вот минойские вазы, а в них пробиты две дырочки в следующем слое, чтобы удобнее было носить, как бидон, значит, вот следующей генерации. Вот там генерация, которая использует это как бидон, им надо, они смотрят сразу в конец. Так вывод-то какой? Что делаем? Кого мочим, кого продвигаем? Ну, вот к вопросу о взаимодействии, так скажем, интеллектуалов, аналитиков и власти. У меня такое ощущение, что вот в последние лет 20 власть в России, она, в общем-то, по Пелевину очень сильно складывалась, да, вот в терминах Generation P, что вот именно люди такие, как вы, я не знаю, там, Волошин, Сурков позже, вы, вот именно были теми людьми, которые, собственно говоря, и складывали вот этот вот субъект власти, объясняя им, какие они есть и как они должны действовать, предлагая им некие конструкты типа той же суверенной демократии, в рамках которой они и действовали. Я думаю, началось все это прозаичнее, не в смысле, Пелевина, исходя из задач строительства придуманного государства. Потому что в 91-м году было решено, что есть некая Российская Федерация, а Россия, слэш Российская Федерация, на самом деле, в виде ее не было. И она не была предусмотрена ни в Ялтинской системе, ни внутри Советского Союза. То есть это была табличка. После этого табличку пытались материализовать, и получилась президентская власть с какими-то многочисленными филиалами, более сильными, чем сам президент. Вот здесь проблема, это политическая, между прочим, проблема, она не виртуальная. Просто был запрет из-за табу на обсуждение того, что на самом деле произошло в конце 80-х, начале 90-х Советским Союзом, поскольку... Этого мы не обсуждаем. Значит, поскольку такое табу существовало, приходилось придумывать какие-то заменители теории, вот эти самые концепты. Ну, хорошо. Идеологемы, как говорили в Кремле. Идеологемы. Затем фактически же была придумана власть, под нее была придумана идеология, были придуманы люди. Ну, то есть фактически Пелевин, ну, пускай в пародийных таких салтыковских терминах, но описал реальный политический процесс. Ну, люди не были придуманы, да. Люди не были придуманы, их, как говорится... Вызваны к жизни. Изготавливали отдельно. Отдельно от политики. Изготавливали, да. Соглашусь. И, скорее, была проблема оболочек. Вот там, скажем, впервые, там, лебедь, например. Вот. Трудно представить себе более фактурного человека. Невероятно фактурный. Голос, лицо, повадка. А внутри, на самом деле, хрупкий, очень хрупкий, тревожный, всегда встревоженный интеллигент. Вот. Который прячется в это, как в броню, значит, сказать, в свою фактуру. Значит, как ему быть политиком? С таким внутренним состоянием это было бы невозможно. Значит, надо придумывать еще одну броню, значит, в которой его фактура превратится в его истинную природу. Проблема была в том, что он настолько в это поверил, что потерял, видимо, вот это свое. И, повторяю, я настаиваю, что у него было очень такое, очень интересное, тонкое, моральное, человечное ядро. Он его задавлен. А иначе он не смог бы действовать. Ну, то есть... Роль. Роль. Я понимаю роль, но роль все-таки придумывается. То есть, понимаете, здесь не столько политическое консультирование, которым вы занимались, а политическое конструирование. Конечно. Ну, во-первых, политическое конструирование всегда присутствует в консалтинге, потому что ты... Но последовательность здесь другая. Ты должен, изучая реальность для данного клиента, данного воспринимающего субъекта, найти сценарий, то есть ее переописать, эту реальность, так, чтобы он в ней смог действовать. Проблема в том, что он не может в ней достичь своих целей, значит, ее надо найти в ней резервы, которые она сама не предлагает. Это, да, отчасти это реконструкция, деконструкция, можно сказать. Но вы, скажем, на себя берете ответственность то, что вы были одним из тех, кто сконструировал нынешнюю политическую реальность. С Путиным, со всей нынешней системой, со всем режимом. То есть, те люди, которые были придуманы, собственно говоря, сначала и в 90-е, и затем уже в 2000-е. Ну, да, да, и я не один, конечно, действовал, да, в это время, и прекрасно вообще, так сказать, секретов особых нет. Все ведь на самом деле на поверхности, тем более в эпоху интернета. Но я за все, что я делал, да, я несу ответственность, и потом моя внутренняя, я думаю, даже больше внешняя. Вы сейчас не жалеете о том выборе, который был сделан в конце 90-х, к которому вы, видимо, как-то были причастны, выбор Путина и создание вот этого вот Путина? Потому что, как я понимаю, что была взята некая табула раса, да, некий экран, на который начали проецироваться идеи. Нет, я не жалею. Я жалею о траектории самого, о выборе самого Путина последних лет. Но его невозможно предвидеть, невозможно, нельзя управлять внутренним выбором человека, это практически невозможно. А о том, что я делал, не жалею. Я в декабре 99-го года поздравлял Путина с успехом нашего собственного российского манхэттенского проекта и считал, что мы создали, наконец, преобладающую силу, силу, которую нельзя разрушить, которой можно теперь обороняться, отбиваться. И это сила новая власть. Естественно, я не оценивал всех. То есть, неестественно, очень плохо, что я не оценивал всех последствий, но я стал, с некоторыми из них я столкнулся и стал им сопротивляться еще внутри власти с середины прошлого десятилетия. Но это не важно, я не хочу искать оправданий. Я хочу сказать, что вообще в политической истории очень мало возможностей остаться, не только остаться чистым. Но, как один из моих заочных учителей, так сказать, говорил Тойнбе, любой политик, любой, без исключения, должен готовиться к тому, что он потерпит поражение. Он должен это знать с самого начала. Это никто его не избежал. И, как правило, оно наступает раньше конца физической смерти. Разумеется, это поражение. Я рассматриваю то, что я вижу вокруг сегодня, как свое сокрушительное, в каком-то смысле, и политическое, и концептуальное поражение. В смысле поражения Путина, поражения вот этого вот проекта, к которому вы приложили руку. Да, хотя я думаю, что в отношении Путина, президента и его возможностей совершенно не обязательно, так сказать, это поражение, это является поражением тактически. В его собственных глазах, скорее всего, вообще нет. И потом, вы знаете, в политической ситуации часто тот, кто совершил небольшие ошибки, быстро и крупно проигрывает. А тот, кто совершил чудовищные ошибки, иногда может, если дождется, может оказаться победителем. Потому что сегодня мир в каком-то смысле идет к Путину. Распад внутренней расковы в Америке, распад в Евросоюзе, деградация евразийского пространства, постсоветского. Вот этот тренд вообще разделения капитализма и демократии, не исключено, что окончательный в большинстве центров роста. Это, в общем, все такая путинизация мира. И можно сказать, что в мире наступает Путинс момент. Путинс момент. На этом интересном моменте давайте уйдем на перерыв, а вы никуда не уходите. Добрый вечер, это снова программа «Археология» в студии Сергей Медведев. У нас в гостях сегодня политический технолог, политолог, аналитик Глеб Павловский, президент Русского института и фонда эффективной политики. Мы закончили на очень интересном моменте. Идет путинизация мира. Глеб, а вот как может вообще существует ли некий набор свойств, которые являются Путиным? Что вот идет путинизация мира? Что есть некое ядро, которое было в Путине, которым, скажем, он писал свою кандидатскую диссертацию о важности государственного регулирования в нефтегазовой отрасли? Или что была в нем какая-то прописана архаическая составляющая? Может быть, православие какое-то? Что такое мир идет к Путину? К какому такому Путину? Я думаю, это идеальная, что ли, гибкость. Гибкость до, я бы сказал, оборотничества. Способность ко всему относиться как к технической подробности. Это, кстати, совершенно нетипично в той среде, в которой двигался Путин. Где типично для вот этого мышления КГБ? Да, там такие ходят такие тараканы. Ну, технократизм у них вообще жалкий и обычно мелкокорыстный. Нет, у Путина он масштабный. Масштаб ведь не спрячешь. Масштаб у Путина был и этот масштаб, но этот масштаб не предполагал, насколько я понимаю, ограничений. И когда он говорит, допустим, о государственном, писал о государственном регулировании, о государственном контроле над ресурсами, он не брал ответственность за то, что будет государство. Можно ведь заменить государственный контроль личным. У нас нет государства, и никакого государственного контроля над ресурсами у нас нет. У нас есть, на самом деле, личный контроль над ресурсами группы в тысячу человек. И не просто над ресурсами, а люди, которые выступают открыто хозяевами страны. Такого нет нигде. И такого не было в истории России. Это не соответствует, в общем, ни одной из известных нам моделей. Но эта модель прекрасно работает на мировом рынке. Она своя, и вот особенно европейцы, старая Европа, она приветствует. Ей это понятно. Модель олигархов? Это не олигархи. Нет, это не олигархи. Ну, технически же это олигархи, если смотреть. Они к олигархи от власти. Это скорее такая коллективный хозяин, причем частный хозяин. Именно это очень понятно для мировой экономики. Россия выходит наружу совершенно другим лицом, чем она повернута внутрь. Снаружи это такой крепкий хуторянин, который торгуется по всем известным хорошо правилам. А главное, точно известно, что его решение, ни одно из решений не будет оспорено внутри страны. То есть он полностью, это значит, идеальный частный собственник. Он полностью распоряжается, его частная собственность полностью защищена. За счет чего? А за счет того, что внутри страны ничего подобного нет. Никакой конкуренции, никакой торговли. Много же таких, собственно, я не знаю, точно так же, я не знаю, там с Чавесом можно говорить, в каком-то смысле с Моралесом, с другими авторитарными режимами. Масштабы, они не лежат поперек Евразии и не являются соседями, так сказать, пограничными соседями Евросоюза. Ну, это же не смысл жизни в том, чтобы представлять из себя, собственно, за счет авторитарного внутреннего режима, представлять из себя договороспособного партнера. А смысл, почему это смысл жизни? Смысл жизни здесь не играет вообще. Это строительство защищенной схемы. И, в общем, общая, я думаю, всей кремлевской команды последних 15, наверное, лет больше, чем путинского времени, это именно идея, что всем управляет некая, всегда есть в любой модели, есть порождающая схема. И надо контролировать только ее. Если ты ее, если она в твоих руках, то все остальное уже не важно. Она играет. Если правильно найдена схема, правильно обеспечена ресурсами, насыщена людьми, все остальное это оболочка. А оболочки, есть специалисты по оболочке, они построят. Вы говорили, что Путина изначально был масштаб. Ну, вы, конечно, его ближе видели. Не знаю, я как наблюдатель, сторонний наблюдатель, никогда лично Путина не видел. Мне всегда казалось, как раз главной проблемой является недостаток масштаба. И то, что я упомянул, как некая доска, на которой можно было многое прописать. А в нем видел вот этого вот музилевского человека без свойств. В которого были заложены... Почему его Березовский, скажем, выбрал изначально? Почему Ельцин, так сказать, посчитал, что это человек, главное свойство которого лояльность. Что может он обеспечить безопасность семьи в опасный момент 99-го года. Что, для вас с самого начала был очевиден масштаб и некое внутреннее содержание, которое может затем реализоваться? Нет. Это демонстрировалось на ходе его действий. На самом деле, я не ожидал столь многого, что мы увидели в первые годы. Он очень бодро двигался. Россию вновь он оживил. Войной, надеждами, трудами. А потом, конечно, начинается какой-то оппортунизм. Он стал приспосабливаться к самому себе, к образу себя, как ему кажется, каким он должен быть. Нет-нет, здесь есть... Это, кстати, не так редко встречается и в истории, и в русской, в особенности. Два периода правления властителя. Были даже, отчасти даже правила у нас. И я думаю, что он обещал больше, чем дал. Где, скажем, та точка, с которой вы начали сомневаться, с которой, может быть, у вас внутреннее расхождение с Путиным началось? Это какой, 2004 год или тандем 2008? Впервые это, конечно, было дело Ходорковского. И главное, и вот эта методология этого дела, когда я, собственно говоря, вылез публично, впервые решил проконсультировать публично, вынес спор на публику в этой бумаге про силовиков. И, значит, получил за это, но, на самом деле, как я понимаю, был упрощен. Но, как-то, ну, вот меня такие вещи очень подкупали. Мне казалось, что он переступил через это. Он легко переступал через проблемы. Я за 8 лет его президентства... Я не понял, Глеб, что подкупало? Его легкость, которую он переступает через какие-то конфликты, которые он считает незначимыми. А, вы имеете в виду ваши отношения? Да, да, просто, ну, и деловые отношения. И мне казалось, что это вот часть вот этой инклюзивной модели, которая впервые, в общем, возникла в начале прошлого десятилетия. Кто не против нас, тот с нами. Да, террористы вне игры, сепаратисты, вне, значит, олигархи, если они настаивают, потому что они олигархи вне. А остальные, ради бога. Вот, потом оказалось, что это не так. Потом изнутри вот начало формироваться вот эта монархическая такая квазимонархичность, потому что на самом деле это не монархия, но это игра. Игра в монарха. Ну, может, через Путина реализуется некий такой монархический архетип русской власти или русской системы, вот этой, как если Фурсова-Пивоварова брать? То есть сам по себе, посаженный в это кресло, сидящий рядом с шапкой Мономаха, человек через n количество лет начинает вести себя таким образом. Это прекрасно для колонок и для эссе, но это не очень, прямо скажу, работает ни в истории, ни тем более в политике. Не забудем, у нас уже было три революции. Но мы же видим, как это сейчас не работает. Вот он чувствует себя хозяином, как Николай II написал тогда в опросе, да, в переписи населения, профессия, да, хозяин земли русской. Вот Путин себя чувствует сейчас хозяином земли русской? Я думаю, что это отчасти игра. Так же, как он писал в переписи, работающий по найму, кажется, оказывающий услуги населению. Так вот, это определенная игра, хочется. Я напоминаю, что это люди, выросшие не где-нибудь, а в Ленинграде. Они даже нас, меня, мальчиком, привезенного в зимний, приводил в трепет трон. Это самый малахитовый зал зимнего дворца и так далее. Они их постоянно доводили, и у них возникали разного рода мифы, но я думаю, что это такой вот миф путающий. И религиозный человек сказал бы, что это бес. Да, бес их мучает, и его, я думаю, бес монархии мучает. Соблазняет. А там вокруг, рядом с ним, конечно, много мелких бесов, которые убеждают его. К вопросу о мелких бесах. Он сейчас действительно контролирует ситуацию или является заложником своей системы и вынужден играть по правилам уже, которые, может быть, ему во многом не нравятся? В Одессе бы сказали или. Почему вы считаете, что это альтернативно? Ну, самодержит все-таки это некая суверенность власти, суверенность принятия решения. Он как раз описал единство того и другого, заложничество сильного человека. Он чем дальше продвигается, тем больше он заложник. А если он еще позволяет себе, так сказать, потакать своим собственным слабостям, то тогда он превращается в такой пианино, если угодно, интерфейс для собственного окружения. Сегодня есть и то, и то. И, повторяю, мне все время хочется думать, что он не потерял на сто процентов способность вырваться, способность быть субъектом исторического действия и, главное, моральным субъектом. Это в России очень важно. А сейчас, извините, просто продолжу то, что вы раньше говорили, вернусь в субъект. Сейчас эта субъектность принадлежит фактически вот то, что вы сказали, тысячи или вот... Да, она размыта. Вот это кто, чиновники класса А, как вы их называете? Ну, да. Премиальный класс. И, да, вот этот премиальный класс, за него можно по-разному называть, да, вот этот верхний эстеблишмент, где, в принципе, не отличим чиновники от бизнесменов. Да, власть-собственность, вот эта ослабленность. Да, власти-собственники. Или, как говорил когда-то один мой старый знакомый, покойный Ленкарпинский, местобладельцы. Вот, но тогда в Советском Союзе место было капиталом, а здесь уже есть и место, и возможность его капитализировать, и финансиализировать, которое не было в Советском Союзе. И сейчас для них задача стоит, как я понимаю, передачей по наследству. Вот то, что вот этот доклад, Политбюро 2.0, что главная задача перед классом, это институт наследования обеспечить. Ну, да, в этом докладе одной вещи нет, это самого Политбюро. И мы это хорошо видели на истории Сердюков-Шойгу. Это не Политбюро, безусловно. Это борющиеся кланы. И не исключено, собственно говоря, здесь возникает такой потенциальный момент возможной какой-то рациональной полиархии. То есть, если кланы не найдут возможности никак решить между собой проблемы, а они достаточно сильны, чтобы уничтожить друг друга, то они могут, может быть, да, могут договориться или создать некий баланс. Собственно говоря, как возникло 150 лет тому назад, значит, или больше, значит, европейская демократия. То есть, не могут классы уничтожить друг друга. Им приходится что-то придумывать. Вот, Путин теоретически может стать модератором все еще этого процесса. Но я ждал, что это произойдет после выборов. У него были просто открыты все пути. Он мог действительно на этой волне победы и усталости тех, кто ему противостоит, создать дееспособную коалицию из держателей разных, держателей разного ресурса. Он пошел по другому пути, он стал пугать, он стал раскалывать. Вот откуда это берется? Что произошло после выборов? И вот это вот, я не знаю, недавно Николай Петров написал, мне тоже это слово не раз приходило в голову, цукцванг Путина. Каждое следующее действие является, по-моему, все более ошибочным. И в результате мы имеем этот взбесившийся принтер, который штампует один дичее другого законы, указы и так далее. Откуда это взялось? Почему он не стал лидером всей страны после выборов? Ну, когда-то мой учитель Михаил Гефтер объяснял мне это на примере Сталина, что у русского лидера всегда существует сильный соблазн выбрать, пожертвовать лидерством в пользу того, чтобы стать хозяином. Или попытаться стать хозяином. Я думаю, что здесь что-то подобное возникло. А откуда желание воли стать хозяином? От неуверенности, что лидерство это надежно. Потому что лидерство действительно надежно сегодня, это для меня лидера завтра нет. Это вопрос легитимности, это вопросы лидерства, это вопрос... В России это больше, чем вопрос легитимности, потому что, так сказать, мы небольшие законники, прямо скажем, здесь очень много добавочных компонентов. Не, я говорю, легитимности, нелегальности, а легитимность вот этого прямого контракта с народом. Да, но прямой контракт с народом предполагает голос у народа. А это разрушает ту систему, которая у него есть. То есть он фактически начал, обвиняя несуществующую революцию в том, что она пытается разрушить систему. Он сам производит, значит, именно все эти действия, он разрушает систему. Видимо, в надежде, что он выйдет какой-то новый. Но действительно каждый день совершаются действия, разрушающие условия. Каждый день. А все новые, их даже я не мог предвидеть. То есть какие-то пункты консенсуса путинского, который позволял этой в целом слабой, на самом деле, системе существовать, как она существовала. Тогда она должна стать сильной. За счет чего? За счет страха? Не получается. То есть сейчас идет некое новое изобретение страха, новое изобретение угроз и, собственно, вот это вот принт, вот это вот копирование угроз при помощи вот этих вот указов. Фактически они конструируют новую реальность, которой он правит при помощи страха. Но с важными поправками в таком монетизированном, в таком монетизированном обществе, страх тут же может быть перепродан, от него можно откупиться немедленно. А значит, это такой специфический демонстратор. Есть группа, на которой демонстрируют. Вот такой есть микротеррор, да, там большой террор, большие процессы. А здесь микротеррор и микропроцессы. То есть вот смотрите, смотрите, как это все страшно. Это показывает на небольшой группе, на самом деле, людей. Это отвратительно. Но что потом? Ты пугаешь. Допустим, да, вот бизнес, впрочем, особенно крупный, очень сильно испуган. Потому что он не понимает, а что дальше? Нельзя же все время пугать. Надо потом предложить новые правила игры. А где они? А где они в монетизированном обществе, в России, который является в сущности пузырем на мировом рынке, на глобализации? Мы пока экономически просто пузырь на данной, причем уж и заканчивающейся в волне глобализации. На нефтяной трубе. Да, здесь много. Не просто нефтяная труба. Да, оценивается финансовый инструмент. Мы как раз по развитию финансовых инструментов мы постоянно поднимаем наш рейтинг doing business. У нас это кудринский вклад в путинскую систему. Она очень высоко финансиализирована, поэтому она за счет этого гибка. Иначе был бы просто, так сказать, тупой Чавес. Но стратегического видения внутри этого нет. То есть идут просто некие, как я понимаю, реакции Путина. Да, он не проактивный, а реактивный сейчас. Он просто реагирует на ситуацию. Реакции такие, как вы говорите, по Гефтору, не лидера, но хозяина страны. Цыкнуть, внушить страх, показать, кто где. Да, то, что мы видим, трудно описать как-то иначе. Потому что никакой даже тени проекта, тени, цели не видно. Повторения, значит, бесчисленные повторения слова «Россия», на которые пытаются нахлобучить какие-то подделки из... Я даже не могу сказать православия, потому что, как православные человеки, не могу это назвать православием, но это вот эти вот имитации бурсатские, такие истины, которые вызывают, естественно, волну атеизма. То есть как бы на это кто-то обращает внимание или нет, я не знаю. Это просто порождает вторичный, я бы сказал, атеизм в общем-то не сильно христианизированном обществе. Откуда это? Он вообще внутри православный? Есть какая-то у него внутри такая сильная патримониальная закваска? Православному запрещается судить о том, насколько православный другой. Да, насколько православный. Но по политическим своим проявлениям, скажем, да. Хорошо, по своим политическим манифестациям. Здесь очень просто осваиваются атрибуты воцерковленности, как известно, они все счетные, да, и они особенно для публичных людей. Вот у нас была эпоха, когда начальников-подсвечников, они все, что они могли, они крепко держались за свечку, стараясь, значит, не уронить. А, значит, у Путина значительно более гибкий набор. Но я думаю, что он человек верующий, но как это у него сочетается с его политикой, мне трудно сказать. Он, может быть, и здесь надеется, что вдруг это все как-то сомкнется. Тут мы воюем с геями, значит, здесь мы воюем, значит, с этими болотными, значит, сказать, и, наконец, где-то, вот где-то что-то подымется. Вы не боитесь, что это сомкнется в какой-то такой, то, что вот сейчас много говорят, квазифашистское корпоративное государство? Вот, как вы тоже упоминали, такое военно-спортивное государство. Здесь и патриарх Кирилл с книжкой от дзюдо, здесь и вся вот эта новая подправославная архаика. Что будет у нас некий такой квазифашизм? И Путин, как выходящий на трибуну и говорящий, умрем тишь под Москвой. Ну, это реальный тренд, мы его видим. То есть, если мы говорим, что этого нет, то мы обманываем себя и других. Этот риск есть, и о нем надо говорить, чтобы он не реализовался. Но он совершенно нереален не экономически, потому что тогда нужна другая экономическая база, на самом деле, под государство. Потому что такое государство будет очень трудно получать кредиты. Очень трудно. Либо оно должно превратиться в сателлита Китайской Народной Республики, например. В принципе, это тоже вариант. Но это потеря суверенитета. Причем не суверенной демократии, а суверенитета в буквальном смысле. То есть, вы видите сильные внешние ограничители фашистской деволюции. Очень сильные. Тогда поговорим о сценариях в оставшиеся нам минуты. Какие вы видите выходы из нынешней ситуации? Вот сейчас вот это вот раскручивающееся дело с Сердюковым. Это что? Это признак слабости режима? Или, наоборот, наступление нового 37-го года? Или вот только что вышла статья Белковского, что, наоборот, это некий провозвестник Перестройки 2? Так, Перестройка 2 у нас идет уже год, не меньше. Если даже считать с 24 сентября 2011 года, у нас идет Перестройка 2. И это Перестройка, то есть, Перестройка в буквальном смысле, то есть, процесс, который запущен сверху, контроль за которым на определенном этапе теряется, а дальше начинается импровизация, чтобы сохранить лидерство в этом распаде. Собственно говоря, именно это и происходит. Путин не нашел способа, так сказать, выйти лидером из тандема, взломал тандем и стал разрушать путинский консенсус, который, в общем-то говоря, оберегает всю эту систему в целом. Вот буквально каждое действие было невозможным чуть раньше. Даже мелкие какие-то события, какие-то, вот, допустим, уголовное дело против Пановой, руководителя информационного агентства УРАРУ. У нас не было никогда попыток уничтожить Оксана Панова и, значит, торпедировать информационное агентство. Журналистов, да, информационное агентство нет. Там или, допустим, обыску политического писателя Бори Кагарлицкого. А вы считаете, эта система сама по себе работает или были некие сигналы, исходящие с самого верху относительно, скажем, Пановой, Кагарлицкого, Болотного дела? Ну, здесь, в общем плане, можно сказать одно, все основные сигналы исходят сверху. Ну, вот конкретно по этим персоналям. А вот, ну, по людям, которые не относятся к номенклатуре, так сказать, личной, персональной, Владимир Владимирович, я думаю, что здесь могут решения приниматься на нижнем уровне. Несомненно для меня, вот, там, ясно, что вот в войне с Ройзманом в Екатеринбурге, в Свердловской области, и как раз с Пановой, это, там, вот, губернатор Куйвашев. И, то есть, это, знаете, похоже, вот так же, как мне рассказывали во время борьбы с космополитизмом, все основные списки утверждались космополитов в ЦК, но крупные советские писатели могли да вписать еще отдельно нескольких своих личных врагов. Немного, одного-двух. Вот. Так и тут, я думаю, что то же самое. Хорошо. Ну, какие из этого вы на ближайшее время видите исходы? Я вижу исход в исчерпании, так сказать, горючего вещества. Потому что сейчас идет неконтролируемое распространение огня, я бы сказал. Горит, система горит. Что, где ограничители? Социальное государство. Путин не может затронуть без колоссального уже риска. Социальное государство Путина, о котором мы практически не говорили, а оно балансирует систему. Пока оно получает часть, часть ренты, прямо скажем, ренты, не заработанной от торговли ресурсами России, значит, это важный резерв стабильности. Но вот такие вещи, как ни странно, как борьба с курением, например, кажется смешно. Так же, как перед этим попытки ввести наук на удильщиков, вот они могут совершить нечто-нечто. Ну, как для Горбачева была, собственно, сухой-сухой закон, борьба с алкоголем. Это тоже путинский консенсус. Живите своей жизнью, мы вас не трогаем, а вы не лезьте в наши политические дела. Ну, я думаю, что система исчерпала возможность не лезть. Откуда наибольшие вы видите уже последние минуты нашего эфира? Откуда вы видите наибольшие угрозы? Именно исходящие снизу или, может быть, от вот этой самой тысячи-двух тысяч людей, вот этого вот премиального класса, некий элитный раздор? Бесспорно, что там, где запутались, там и угроза, никакой угрозы снизу. Снизу нет, это чепуха, а вот люди вверху действительно могут, как оператор Чернобыля, взрывать все к чертовой матери. Вы готовы все это наблюдать и дальше? Ну, по крайней мере, интересно, у нас не соскучишься. Ну что же, я думаю, в 2018 году, до которого пока что отмерен этот наш следующий президентский срок, будет, Глеб, как раз 50 лет вашей наблюдательской деятельности, если брать от 68-го года. Ну что, это оптимистический сценарий, если доживем. Ну что ж, Глеб Павловский, наблюдатель власти, автор писем к власти и писем о власти. У нас сегодня в гостях в археологии. Это ваш ведущий Сергей Медведев, за пультом Иван Куприянов, продюсер программы «Дина Трубовская». Спасибо, Глеб. Доброй ночи. Доброй. И удачи.